Мария Рыжова в 17 лет пошла в партизанский отряд. Иван Харитонов, 18, в числе моряков Балтийского флота, отправился в свой первый бой. Кто-то был еще совсем ребенком, когда началась война. У каждого из них своя судьба, своя история. Но объединила их одна война и одна цель – спасти страну от врага. У нас было, конечно, страшное, потому что мы представляли, что из себя представляет немецкая армия. Конечно, страшно было. Но, преодолевая все эти страхи, мы шли, не задумываясь о том, как это будет. И когда подошли к мосту, сразу немцы ракету дали. Ракета стихла. Сразу командир у нас Тараса Николая Даниловича бил. Вперед! Руководители Фокинского района и представители Брянского городского совета народных депутатов поздравили всех, кто смог приехать на встречу с приближающимся Днем Победы. Вместе они возложили цветы к вечному огню и почтили память невернувшихся с войны минутой молчания. Продолжилась встреча за общим столом на Солдатском привале. Спасибо. Спасибо всем, тем, кого нет сейчас рядом с нами. Тем, кто отдал лучшие годы своей жизни этой победе. Спасибо за то, что есть у нас сегодня мирное небо над головой. Есть возможность делать нашу страну лучше для всех вас, для подрастающего поколения. Кроме теплых слов и поздравлений, по традиции депутат Брянского городского совета народных депутатов Мухтар Бадрханов вручил ценные подарки. Ветераны наши очень довольны. Они с удовольствием приезжают сюда и всегда с такой благодарностью, с такой теплотой отзываются об этой партизанской поляне. Власти города и района в этот день поздравили всех ветеранов, в том числе и тех, кто по состоянию здоровья уже не может выехать на встречу. Мария Мордашова принимала поздравления не только с наступающим праздником, но и с 95-м днём рождения, который совпал с Днём Великой Победы. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров. События. Брянск. Брянский район.